Здравствуйте! В эфире Инсталайв для абитуриентов. Сегодня поговорим о поступлении в Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета. На вопрос ответит заместитель директора по воспитательной и социальной работе Антон Александрович Егорчев. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Но перед тем, как начать, даем слово Антону Александровичу. Расскажите, пожалуйста, коротко об университете. Всем здравствуйте! Наверное, вопрос был в том, чтобы рассказать именно об институте нашем. Наш институт является одним из таких немолодых на самом деле институтов. То есть, несмотря на то, что ему всего 10 лет, на самом деле он был преобразован из факультета вычислительной математики и кибернетики. Сам я являюсь выпускником факультета ВМК. И мы являемся продолжателями. То есть, в нашем институте мы постоянно совершенствуем программы. То есть, насколько вы знаете, у нас отчасти обновилось руководство с прошлого года. И мы сделали очень много модификаций, очень осовременили программы. То есть, мы по всем направлениям лично проработали, все просмотрели. И сегодня готов ответить на ваши вопросы по поводу наших, соответственно, новых программ и того, что вас снова ждет. Особенно все идет с уклоном не только на науку, но и на практику. Расскажите, пожалуйста, о сроках поступления. До какого числа можно подавать документы? Когда будут известны имена поступивших? Ну, данный вопрос является формальным. Документы можно было подавать все это время в удаленном режиме. Сейчас уже со вчерашнего дня документы можно уже приносить в очном режиме. То есть, несмотря на то, что даже экзамен по информатике будет 25-26 июня, соответственно, сейчас уже можно подавать документы. Результаты ЕГЭ можно донести уже позже. Приносить документы можно до 26 июля. Затем уже на основании результатов тех баллов, которые придут, за несколько недель будут сформированы результаты, рейтинг. Вот. Дальше уже, то есть, но это не все. После этого, ну, не все ведь студенты, те, кто подавались, например, именно на ИВНИТ будут поступать. То есть, такие тоже бывают, что некоторые подаются параллельно и к нам, например, и в Москву, и выбирают, соответственно, если там прошли тоже на ВМК в Москву, например, уехать в другой город. Поэтому иногда освобождаются места. Вот. И те, кто переживали, что, например, не прошли по спискам, могут еще подняться. Вот. И, соответственно, дальше пройти. Можете озвучить проходные баллы прошлого года? Проходные баллы прошлого года. У нас достаточно много направлений. Значит, самое такое вот сложное направление – это, сейчас скажу, это порядка 270 баллов с трех экзаменов могло быть. То есть, можно сказать так, от 220 до 270 за три экзамена. Зависит от направления, которое вы выберете. Естественно, в этом году баллы проходные будут совсем другие. Они будут известны, ну, после того, как все подадут документы. То есть, есть минимальные баллы, минимальные баллы там совсем минимум. А вот, когда все уже подадут, это будет известно после того, как все сдадут экзамен по информатике. Он, к сожалению, является последним в этом году и проходит в конце июня. Если я не сдавала ЕГЭ, могу ли я поступить к вам? Нужно ли будет сдавать какие-то экзамены в университете? В бакалавриат нет. То есть, в бакалавриат у нас по законодательству можно поступить строго только по ЕГЭ и больше никакими способами. Что не касается иностранцев. То есть, вступительные экзамены могут сдавать только иностранные граждане, у которых, в принципе, отсутствует такое понятие, как ЕГЭ. Что касается магистратуры, все, кто хотят поступить в магистратуру, в любом случае сдают наш внутренний экзамен. То есть, они сдают наш внутренний экзамен, приносят все свои заслуги, которые у них были там, где они учились, в бакалавриате. Это любого вида диплома, статьи, какие-то награды. То есть, все это будет учтено при поступлении. Есть ли бюджетные места в вашем институте? На каких программах? В нашем институте преобладают бюджетные места. То есть, мы изначально основывались не как коммерческий институт, а как бюджетный институт. То есть, у нас есть как бюджетные, так и коммерческие бюджетные места есть на всех программах, соответственно. То есть, я не знаю, в какой момент можно будет показать QR-коды, они всегда есть. Если вы посмотрите, здесь есть сейчас обновленная информация для каждой программы и для бакалавриата, и для магистратуры. То есть, вы можете скриншотиком сделать, потом перейти, можете сейчас это сделать. Там очень подробные буклеты по тому, по какому направлению, какие у вас будут в будущем предметы, какие вы обретете навыки. И что главное, на какие работы, по каким профессиям вы сможете работать. То есть, какими именно программистами. То есть, когда часто спрашивают, в чем разница между различными институтами, так разница простая. То есть, мы не конкурируем с другими институтами. То есть, сейчас нет такого общего понятия. Извиняюсь, что уже так глубоко ухожу. Меня просто постоянно спрашивают. Вот сейчас тоже ездили к школьникам в лагерь, тоже спрашивали там, а в чем разница там. Вот есть один институт, есть другой институт. В чем у вас преимущество? Да преимущество у всех в том, что все обучают на разные специальности. Внутри университета мы не учим одинаковым специальностям в разных институтах и на разных программах. То есть, нет такого понятия, как программист, как было в начале нулевых, когда вот я учился, программист и программист, и ничего другого нет. Дальше уже на работе определяется специальностью. Нет, программисты, они всегда в такой вот узконаправленной области, и каждой областей много, областей десятки. То есть, если мы обучаем одному, то на других институтах тоже учат, соответственно, хорошо другими специальностями программистов. Здесь нужно внимательно читать программы, особенно вот те, которые мы подготовили по вот этим QR-кодам, и определяться, по какой специальности вы хотите. То есть, если вопросы будут, более подробно про программы расскажу. Таких мы программистов готовим. Стоит ли подавать документы сразу на все направления вашего института? Я думаю, что не имеет большого смысла, наверное, так, потому что вот то, что я до этого прокомментировал, наверное, является ответом на вопрос. Стоит выбрать, наверное, 2-3 программы, которые будут наиболее интересны. Обратите внимание, они все разные. То есть, у них есть некоторые пересечения по предметам, но специальности вы получаете разные. Если я закончила Яндекс.Лицей, за это можно получить дополнительные баллы? Я, если честно, не видел у нас по положениям. Положение строим не мы, не внутри ВМИД. То есть, положение строит у нас государство, соответственно, университет. То есть, по каким критериям мы можем добавлять доп. баллы, я не видел у нас в положении, чтобы там фигурировал Яндекс.Лицей. Там фигурируют различные награды. То есть, у нас можно на сайте посмотреть, какого рода награда. То есть, это как за различные виды олимпиад по программированию, по математике, так и спортивные достижения могут быть, волонтерские достижения. Вот. Яндекс.Лицей, наверное, он еще не успел пройти такую апробацию, чтобы на государственном уровне внестись. Чем отличается направление прикладная математика от прикладной математики и информатики? Наверное, скажу всем. То есть, они совпадают только если близкими по названию словами. То есть, я не буду раскрывать каждый по отдельности. То есть, какие там десятки различных предметов изучаются. Но, соответственно, в буклете можно все посмотреть. То есть, для этого мы специальные буклеты по QR-кодам, чтобы лишнее время не тратить на раскрытие каждой специальности по отдельности. Потому что у нас их очень много. У нас не две, не три. У нас, если взять бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, у нас 34 направления. Мы очень большой институт. Представляете ли вы общежитие студентам-заочникам? У нас нету заочников. Ни заочников, ни вечерников уже давно нет. То есть, все очно учатся? Да, все учатся очно. Если абитуриент подает документы на одно направление, но на разные формы обучения, это будет учитываться как одно выбранное направление? Если он подает на... Одно направление, но на разные формы... Форма обучения сейчас существует только одна. Это очная форма обучения. Но надо заметить, то есть, дистант, он тоже существует. То есть, из-за текущего ковида это все считается очной формой обучения. Просто студент, соответственно, переходит на дистант. Особенно это касается иностранцев, которые, например, не могут приехать. Мы для них отдельно, вот в этом семестре проводили прям отдельные пары. Из-за того, что у них сбиты... Ну, то есть, не совпадают с нашими временные пояса, и приходилось отдельно выделять время. Когда начинается прием документов в магистратуру? Прием документов в магистратуру... Также в те же даты. То есть, как я называл, то есть, можно хоть сейчас начинать подавать с 20 июня. Задали вопрос, да. Какой проходной бал? Проходной бал будет известен. То есть, минимальный проходной бал, вы тоже можете посмотреть, минимальный, там, знаете, там, по-моему, по каждому предмету что-то типа 38-40, там, вот такие вот баллы. Это минимальный, чтобы подать документы. А проходной бал будет известен после того, как все подадут документы. Он ведь формируется не так, что подали... То есть, мы назначили проходной бал, например, там, 230, нам подали тысячи человек, а мы всех тысячу приняли, у кого больше 230 нет. То есть, это рейтинговые системы, которые строятся с первого места до какого-то. И, соответственно, все, кто вот... То есть, по количеству мест определяется этот проходной бал. Нужно ли приходить в медкомиссию при подаче документов? При подаче документов нет. Медкомиссия, соответственно, проходится после того, как вы поступили. То есть, все проходится в больнице Казанского университета. В клинике. Сколько стоит обучение в магистратуре? На всех программах абсолютно по-разному. Цены, соответственно, можете посмотреть в буклете. Разброс большой. То есть, могу сказать, например, там самая дорогая сейчас... Если не ошибаюсь, это бизнес-информатика должна быть, потому что мы в этом году полностью обновили программу бизнес-информатику, где будем выпускать дата-циенсистов. Это новая программа, которая сформирована двумя институтами. То есть, мы вместе с институтом экономики сформировали вот эту программу. И вот спросили еще, можно ли перевестись с одного вуза в ваш после первого семестра? После первого семестра, да. У нас по законодательству можно из одного вуза переводиться в другой, если вы закрыли первый семестр. То есть, уже без результатов ЕГЭ. Для этого необходимо будет лично прийти, прособеседоваться, соответственно, с директором и закрыть вот эту вот разницу минимум, которую необходимо закрыть в нашем университете. Ну, в нашем институте. То есть, я не знаю, откуда студент хочет переводиться. Также вопрос. А медкомиссию для заселения в общежитие нужно проходить заранее в своем городе или уже в Казани? Иностранный гражданин из Казахстана. Это сложный вопрос. Вот оставить бы мой контакт, чтобы потом связаться, чтобы я уточнил. Вот. Вы можете всегда написать по нашему номеру. То есть, он есть на сайте. То есть, у нас есть специальный отделный сотовый номер, в котором можно писать в Телеграм, в WhatsApp, то есть, в любых соцсетях. И мы там ответим на эти вопросы. Если переходить с другого направления, то на бюджет получится попасть? Если переходить с другого направления. Интересно, имеется в виду другое направление в институте с одного на бюджет, а с другой? Может быть, имеется в виду другого института. То есть, это надо смотреть, на каком курсе смотря. Видимо, человек уже где-то учится. И если на каком-то курсе есть свободные места, бюджетные, может быть, туда можно будет попасть. Но как всегда, то есть, если это уже второй, третий, четвертый курс, всегда есть желающие, которые хотят перейти на бюджет. И из нашего института тоже. Те, кто стараются, очень учатся. Это достаточно такая сложная задача. То есть, если за год появляется, там, 3-4 места, то, соответственно, есть всегда желающие, которые к этому стремились весь год. Будет ли вторая волна поступления? Так, будет ли вторая волна? Вообще, такое понятие у нас есть, скажу так. Вот, то есть, будет ли она говорить сложно? Это зависит от того, то есть, обычно мы, обычно у нас нет недостатка. У нас обычно хороший конкурс в том, чтобы набрать студентов. Вот, особенно это касается бакалавриат. То есть, я вот говорю, вторая волна может возникнуть, только если студенты как-то отсеются, может быть, не доберут какие-то... То есть, есть все-таки вот такой минимум, который я назвал. То есть, каждая кафедра все равно уж от, вот как я назвал, 220, это уж совсем маленький порог. То есть, установят там порог в 250, например, может быть, не все наберут. Вот, хотя редко бывает. В основном, вторая волна часто может касаться иностранных обучающихся, потому что есть у нас отдельные, например, программы на английском языке. В какой день будет принято решение о зачислении? Когда приказ видят? Точной даты сейчас сказать не можем. То есть, это август будет. Так, тут еще вопросы появились. 250 баллов, это подходит для бюджета? Можно ли пройти на бюджет? Если судить по прошлому году, то на некоторые направления – да. Не на все. Сколько комиссии принимают заявления на заявку о поступлении? Ну, сколько заявлений? Ну, заявлений мы принимаем, мы не ограничиваем себя в количестве заявлений. Вот, мы сколько заявлений приняли, то есть до бесконечности принимаем заявление, а затем уже сортируем по баллам. Других критериев нет. Также вопрос, для всех ли обязательны вступительные экзамены? В бакалавриате только ЕГЭ, в магистратуре, да, для всех обязательны вступительные экзамены. Если есть желающие поступить к нам в магистратуру, можно прямо сейчас уже подходить к заведующим кафедрам, которые вам интересны для магистратуры, и с ними уже обсудить, что будет на вступительных экзаменах, какие типы заданий, то есть они с вами обсудят. То есть самое главное в магистратуре – это поговорить с заведующим кафедр, потому что вы уже являетесь дипломированным специалистом и идете дальше в науку, либо повышать свои практические знания. Для этого необходимо переговорить с вашим будущим руководителем, то есть чему вы будете обучаться, как вы будете обучаться. Экзамен – это хорошо, но самое главное – это вот устный разговор, который у вас тоже будет на экзамене. То есть лучше предварительно подойти переговорить, понять, подходит ли вам, подходит ли вы на эту кафедру, на это направление, и, соответственно, вас уже могут подготовить к тому, что будет на вступительных экзаменах. Тут помогут, то есть если у вас желание есть, если возможности есть. Также вопрос, надо ли будет делать прививку от ковид? Говорят, будет обязательно иметь это студентам. Это зависит точно не от нас. То есть в этом году обязательно не было, но добровольно, соответственно, то есть как и всех, все приходили, вакцинировались, кто хотел. Есть ли возможность перевести с платного обучения на бюджет? Да, такая возможность всегда есть, я о ней рассказывал. То есть каждый год появляются новые бюджетные места, туда платники стремятся. Так, пока вопросов не вижу. Антон Александрович, если у вас что-нибудь добавить, что-нибудь рассказать еще? Да, я бы хотел вкратце рассказать о том, какие мы новшества ввели в этом году. То есть кроме того, что мы модифицировали процесс обучения, свели его, скажем так, к европейским концепциям, это к концепциям STEM. Мы открыли и сотрудничаем с студенческим конструкторским бюро и молодежно-конструкторским бюро. То есть это наши отдельные центры, в которых у нас студенты занимаются реальными проектами. Эти проекты приходят либо снаружи от предприятий, либо это какие-то внутриниверситетские проекты. Там у нас работают профессиональные программисты с многолетним опытом, то есть именно ведущие программисты, руководители, программисты высокого уровня, то есть те, кто разработает программное обеспечение, это могут быть различные веб-системы, сайты, мобильные приложения, просто высокого уровня программного обеспечения для всех операционных систем. Там работают руководители низкоуровневого программиста. То есть это все, что касается программирования подплаты, сборки различного оборудования. Там же у нас работают и конструктора. И вот вместе с ними работают студенты. То есть студенты уже там, начиная с первого, со второго курса, могут приходить в СКБ, студенческое конструкторское бюро, и выполнять реальные проекты, то есть уже приобретать реальный опыт. Если у них хорошо получается, то есть мало того, что результатами их работы будут являться их же курсовые и их же дипломные работы, они еще и получают реальный опыт и с определенного курса, в зависимости от их успехов, могут уже получать реальную зарплату на этих проектах. Вот опять же говорю, в зависимости от их успехов. То есть получается, что по выпуску с четвертого курса студент уже является полноценным программистом, который может пойти на работу. Да на самом деле все уже начинают где-то с третьего курса работают, особенно те, кто сейчас работает в СКБ. То есть некоторые в СКБ и остаются работать, потому что там проект реальный, там все, что связано с реальными партнерами. Вы можете в буклетах наших реальных партнеров увидеть, с которыми мы сотрудничаем, которые нам дают заказы. Вот. Это то, что хотелось сказать. То есть чем, например, скажем так, и в МИД там несколько лет назад, когда был направлен в основном на науку, а не на практику, отличается от текущего. Сейчас мы не стали переключироваться на практику, мы одновременно идем и по науке, и по практике. Наши проекты всегда связаны с тем, чтобы связать сложные различные математические вещи. То есть это, например, технологии искусственного интеллекта, машинное зрение, машинное обучение, математическое моделирование. И это применять в программах, которые необходимы на реальном производстве, в реальной сфере. Вот. Это то, к чему мы уже пришли. То есть у студентов есть возможность не только учиться, не только получать глубокие математические знания, чем мы как раз-таки отличаемся от многих институтов по России, которые готовят именно программистов, как вот так назвать, кодеров, то есть без глубокой математики. Нет, у нас сразу предупрежу, у нас учиться не просто, у нас дается хорошая математика и у нас дается хорошее программирование. Вот. Чтобы студенты уже выходили специалистами по очень сложным вещам. Вот. Еще дополнительно добавлю, что у нас в институте есть центр олимпиадного программирования, который существует уже достаточно давно. И если вы даже не были олимпиадниками, у вас всегда есть возможность, опять же, в нем учиться, в него ходить. Ведущие работодатели, такие как Google, Яндекс.Мейл, сами проводят олимпиады и сами отслеживают таких выпускников. Как правило, у таких выпускников их сразу забирают, их сразу отслеживают, неважно, они там места занимают, не занимают. Вот. Их обычно забирают за колоссально высокие зарплаты. То есть, думаю, сами представляете, что даже не в сотнях тысяч рублей это уже измеряется в таких компаниях. Вот. В нашем олимпиадном центре ребята всегда занимали высокие места и последние три года выходят в финал чемпионата мира по программированию. То есть, они всегда у нас являлись призерами и вот последние три года не сходят с этого пьедестала. Наши, казанские в мире. Также здесь тоже прилетел вопрос. Нужно ли сдавать информатику на ЕГЭ для поступления на бизнес-информатику? На бизнес-информатику, если вы посмотрите буклет, если я правильно помню, там можно сдавать, например, общество знания. Вот. Там есть, если я не ошибаюсь, иностранный язык, общество знания и, по-моему, информатика. Можете рассказать о направлении информационной системы и технологии? Что будет изучаться, на какую профессию можно будет строиться и так далее? Я вот как раз-таки думаю насчет этого. Посмотрите, пожалуйста, лучше буклет. Там все подробно расписано вот как раз-таки по тем критериям, которые сказали. Там есть какие предметы будут изучаться, какую профессию вы приобретете, какие навыки вы приобретете, и на какую работу вы сможете устроиться уже с нашими текущими, например, партнерами. А как работает программа по обмену студентами? Ну, программа по обмену студентами работает во всем университете, соответственно, одинаково. То есть вы участвуете в неком конкурсе, подаете заявление. Если вы по этому конкурсу по каким-то критериям проходите, обычно проходят все-таки студенты, которые имеют какие-то заслуги, вы можете поехать по обмену в другую страну. То есть, соответственно, на тот момент, с кем у нас заключены договора. То есть в различные года это могут быть различные университеты, в зависимости от того, с кем мы прорабатываем на конкретный год. Также тут дублирует вопрос, как перевестись с платного на бюджет. С платного на бюджет можно перевестись. Ну, вот не совсем дублируют. То есть вам необходимо хорошо учиться, у вас должны быть очень высокие показатели. То есть у вас составляется рейтинг ваш учебный. И если освобождаются бюджетные места, смотрится по этому рейтингу. То есть какое место вы в этом рейтинге занимаете, если вы претендуете на переход на бюджетное место. То есть больше у вас баллов, чем у остальных или нет, грубо говоря, суммарно. Большое спасибо за подробные ответы. Я напоминаю, в эфире была Инсталайф. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»